Привет всем! Тут, в этом видео, мы поговорим об важных эксплуатационных характеристиках шин. Тут, на рисунке, вы видите параметры маркировки шин. И сразу поговорить обо всех них не получится, так как это долгая история. Но сейчас мы обратим ваше внимание, как расшифровать индекс скорости шин и индекс нагрузки. Индекс скорости и индекс нагрузки – это своего рода шифр, в котором заложена определенная важная информация. Индекс скорости показывает и сообщает нам, на каком максимальном скорости можно ездить на данном покрышке. А индекс нагрузки сообщает, на какой максимальной нагрузке рассчитана данная покрышка. Чем выше эта цифра, тем больше груз можно таскать. С помощью этой таблицы можно расшифровать эту информацию. Тут все наглядно и понятливо. Сейчас берем ручку, бумажку и идем к нашей машине. Находим на покрышке эту информацию и записываем. Потом смотрим эту таблицу и то, что мы записали. Вот смотрим. Передние ведущие колеса зимние и индексом нагрузки 94 и скорости H. И, конечно, уже заметно, что шины скоро придется заменить. Теперь ищем обозначение по специальной таблице. Как видим, под данным обозначением зашифрована информация, что одно колесо может выдерживать до 670 кг веса. И это в нашем примере достаточно на этом машине. Что касается индекса скорости, смотрим таблицу расшифровки. У нас обозначение шин, индекс скорости H. В таблице написано, что для шин с этим обозначением максимальная скорость должна быть не более 210 км в час. Реально же, с такими шинами лучше двигаться не более 190 км в час. Это тоже достаточно для меня, так как я не любитель спортивной и скоростной езды. Если кому-то не хватает, пусть ищет другую покрышку. Теперь смотрим индекс задних колес. Они почти новые, летние. Есть еще у меня такие две штуки. И придется скоро поставить спереди, так как износ передних колес у нас заметный. И еще у нас уже весна. Индекс нагрузки 98. Под данным обозначением зашифрована информация, что одно колесо может выдерживать до 750 кг веса. И это в нашем примере достаточно на этом машине, так как я не вожу с собой тяжелые грузы. Индекс скорости W говорит, что максимальная скорость должна быть не более 270 км в час. И, конечно, это тоже достаточно для меня. При покупке шин позаботитесь о том, чтобы выбрать модель, которая максимально соответствует вашему скоростному режиму. Если вы любите разгоняться до больших скоростей, то и индекс должна быть соответствующим. Какой индекс нагрузки шин выбрать? Если индекс скорости можно выбрать с опасом, то вот индекс нагрузки лучше брать тот, который максимально соответствует весу вашего автомобиля. И какой груз вам придется таскать. Если ваш автомобиль спецназначение, тогда при покупке шин обязательно придется обратить внимание на этот показатель. При этом обязательно учтите тот момент, что когда автомобиль попадает на скорости в яму, нагрузка на шину многократно возрастает. Поэтому, если вы возьмете шины с низкими показателями нагрузки, они просто могут лопнуть. Не стоит выбрать индекс большим запасом, так как из-за чрезмерной жесткости шин можно не рассчитывать на комфортную езду. Ну и в конце видео, если информация была для вас полезной, познавательным, прошу обязательно подписаться на канал и нажать на колокольчик. Делитесь и комментируйте это видео. Спасибо всем за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok